Голосом ветра Игра изначальных стихий, как испокон полагали на Дальнем Востоке. Вот она, эта эпоха, эпоха прошлых лет, и я здесь. И кто сказал, что чудес не бывает? Неужели виной всему фильм, который я на днях посмотрела? Назад в будущее! Но ведь это же фантастика! Так, нужно включить радио, послушать, какой сейчас год, какие песни звучат. Итак, на дворе у нас 1964 год. Пока еще никому неизвестная группа Animals выпускает свой уже хит «House of the Rising Sun». Что переводит на русский язык, означает «Дом восходящего солнца». С Японией здесь мало что связано. Эта песня про дом, наполненный привидениями. И группа Animals всячески предостерегает детишек, девчонок и мальчишек заходить туда. Вот, поэтому прямо сейчас предлагаю прослушать данную композицию, ну и проникнуться духом этого дома. Сегодня наедине со всеми главный редактор и радиоведущий «Ретро-ФМ» Данил Литвинский. Стараюсь особо нигде не светиться и не знаю, с чем это связано. У меня нет ни в одной социальной сети, мне невозможно меня никак найти. Вот, зовут меня Данил, фамилия моя Литвинский. Я ведущий на радио «Ретро-ФМ» Кемерово. Так, а вот об этом говорить или нет? Наедине со всеми говорят обо всем, так что слушаем. Ну давай. А, сейчас что ли? Да. Так, о чем ты меня спрашиваешь? Вообще, Данил Литвинский очень скромный и не любит много говорить о себе. Вспоминает, как пришел на радиостанцию еще мальчишкой. Признается, что жутко стеснялся. Тогда он только прикоснулся к ретро-музыке, но так вошел во вкус, что вскоре понял. То ли взрослею, то ли что, ну в общем, вот так, своей работой очень сильно доволен. Сначала я очень сильно побаивался, что, то есть, как так мне еще там, сколько лет-то мне тогда было. Но все равно, очень мало для ведущего радио такого формата. Я думал, что я с этим не справлюсь, это во-первых. Во-вторых, я думал, что та музыка, которая играет на ретро-ФМ, она мне не то, что не по душе, а что наоборот, мне от нее даже будет, наверное, воротить. Потому что, ну, если сравнить там, не знаю, рок-музыку и то, что... Хотя и на ретро тоже есть рок. Но это я уже только потом узнал. Вот. В общем, первый месяц, наверное, я въезжал в формат. Я вслушивался в московских... То есть, я слушал московские эфиры, пытался как-то даже делать то же самое. Но сначала, когда не знаешь, как что делать, пытаешься иногда даже чего-то скопировать, иногда что-то чужое взять. Вот. То есть, трудно начинать все самому. Так Данил подружился с музыкой прошлого столетия навсегда и обрел свой собственный стиль общения с радиослушателями. Ему уже не нужно стараться быть на кого-то похожим. Наоборот, сегодня многие мечтают быть как он. Что это? Странное стечение обстоятельств или судьба? Но ретро-музыка для кемеровчан ассоциируется вот с этим молодым парнем из 21 века. Да и он сам уже не представляет свою жизнь без мелодий, которые знают и поют по всему миру. Наверное, из самых таких боевиков. Парочка песен Жанны Агузаровой. Да. Потом... Так, из зарубежного. Что из зарубежного? «Шокинг Блю». Практически весь репертуар Бонни М. Вот, кстати, когда я на ретро только пришел, из всех песен Бонни М. Я только помнил Распутина, ну, самые попсовые. А когда пришел на радио, я начал их все больше и больше слушать и стал чуть ли не их фанатом. Потому что такие мощные ребята. Прям очень жалко, что я и раньше их в таком объеме не слушал. С таким голосом, как у тебя, и самому петь можно. Но нельзя же быть таким скромным и утаить информацию про свою группу. Я не хочу быть звездой. Спешу тебе напомнить, что ты ею уже являешься. Давай поговорим о твоем голосе. Что ты делаешь для того, чтобы у тебя был такой красивый тембр? Вот Макс Орлов, например, ведущий русского радио в Москве, предпочитает такие упражнения. Есть куча разных упражнений. То есть надо найти перед выходом в эфир середину голоса. То есть не залезать вверх, а и наоборот там не босить. Если утром, например, надо выйти в эфир, еще с просони ты проснуться не можешь, то какие-то упражнения с артикуляционным аппаратом. Ну а так, я в принципе не задумываюсь о том, что мне надо сейчас такой голос делать. Все на автомате происходит. То есть только фейдер выводишь, все сразу же меняешься. Фейдер увел, сразу обычный человек. Ну я не могу сказать, что я играю там кого-то. Нет, я сам по себе. Вернее, не сам по себе. Я, ну как бы, никакую маску на себя не напяливаю. Кстати, меня вот на радио пригласили. Какую передачу бы мне доверил? Я бы тебя взял новости читать. Новости? Новости читать. Какие-нибудь такие, знаешь, неполитические, развлекательного характера. Ну и на этом спасибо. Продолжаем раскрывать секреты и делиться опытом. Все радиоведущие всегда в отличном настроении. Вопрос, который, наверное, интересует всех твоих служителей. Рецепт твоего лекарства от грусти. Сразу подумать о чем-нибудь хорошем, о том, что ждет тебя впереди. Если ничего впереди хорошего тебя не ждет, подумай о чем-то хорошем, что уже было. Честно признаюсь, общаться с Данилом одно удовольствие. Он многого достиг, но стесняется говорить об этом. Все-таки фраза, что хорошим и добрым людям всегда везет, работает. Данил не шел по головам, а добился успеха сам. И вообще считает, что со всеми нужно дружить, прям как Леопольд из мультика. Помните его коронную фразу? Ребята, давайте жить дружно. Кстати, о котах. Я дикий кошатник. Любовь к кошкам у меня была всегда, скажем так. Но вот особо сильную любовь я стал питать буквально, ну, наверное, года три назад. Не знаю, с чем это связано. Прецедентов не было. Вот. И причем настолько сильную, что захотелось все кота. Кота именно хочу кота. Именно британцева. Именно, чтобы вот были вот такие щеки. И именно окрас мраморный такой. Вот. Все. Год назад я себе наконец купил кота. Вот теперь мы живем душа в душу. Возвращаясь к теме музыкальной. Каково это встретиться со звездой-легендой, которую любили и слушали еще наши родители? Нет, у меня перед гостевым эфиром все время маленькое волнение. Но оно связано не с тем, как бы, что я волнуюсь за эфир, как я его проведу. Я волнуюсь за реакцию гостя. Причем я тоже стал замечать в последнее время такую тенденцию, чем круче звезда, чем она популярнее, тем она проще. Как насчет поговорить о личной жизни? Ну, поговорим, посмотрим, что ты из меня вытянешь. Эх, держитесь поклонницы. Данил о себе, о своей девушке. Любим смотреть зарубежные сериалы. Вместе. Да-да. Представь себе. Да. И последний вопрос. Представь, что нас сейчас слушают и смотрят по всему миру. Что бы ты сказал всем людям? Прям сложный вопрос. Что сказать всему миру? Делайте любовь, не войну. Вот и заканчивается наше с вами путешествие по эпохе прошлого столетия. Пора возвращаться. Интересно, а в 22 веке какая музыка будет популярна? И станем ли мы с Данилом Литвинским такими же ретро-персонами уже до других поколений? Поживем, увидим. Главное, ищите себя. И у вас все обязательно получится. И тогда кто-нибудь и когда-нибудь тоже станет героем наедине со всеми. Это «Гроби»! Видея «Гроби»! Субтитры создавал DimaTorzok